В филиале Россельхозцентра Карачаева-Черкесии знают, как вырастить безвирусный картофель. Уход за корнеплодом осуществляют под руководством опытных специалистов семеноводов. Высадили картофель в теплице с использованием аэропонной установки. В чем суть метода, узнавала Альбина Ламкова. На дворе декабрь месяц. Здесь 20 градусов. Здесь все в зелени. Если приоткрыть дверцу под ней, то увидим паутину корней. На ней растут корнеплоды. Это не те плоды, которые у нас на даче. После сбора картофеля здесь руки остаются чистыми. В теплице филиала Россельхозцентра Карачаева-Черкесии выращиванием картофелем на аэропонных установках занимаются не первый год. Суть метода в том, что корни растения не помещены в грунт или питательный субстракт, а висят в воздухе. Здесь они спрятаны в ящике под стеллажами и периодически орошаются водой. Картофель в нашей стране наряду с хлебом традиционно считается основным продуктом питания. Сельскохозяйственная культура требует при возделывании значительных затрат на проведение агротехнических мероприятий. При этом важно поддерживать качество семенного материала. Потери от вирусных и бактериальных болезней могут составлять от нескольких процентов до полной гибели всего урожая. Степень зараженности зависит от соблюдения многих мероприятий и факторов, таких как сорт растения, вид вируса, говорит заместитель филиала Росельхозцентра Республики Аликипкеев. Мини-клубни безвирусны, поэтому способны, по словам специалиста, принести макро-прибыль картофелеводческому хозяйству на радость аграриям и потребителям. У нас представлен один сорт, инноватор, но также вот в этом году мы выращивали для наших фермеров региона Невской, Луговской, еще несколько наших российских сортов. Это уже по запросу наших фермеров. А инноватор чем отличается от других сортов? У инноватора своя специфика в чем? Он сорт картофеля фри. Вот он такой вытянутый, длинный. И когда вы видите вот эти высокие длинные картофель фри, то знаете, что это, возможно, инноватор. Аэропонная технология дает возможность изолировать растения от вредных факторов внешней среды, насекомых и болезней и не использовать гербициды с пестицидами. Экологически чистый урожай, полученный без применения искусственных добавок и насыщенная кислородом среда, ускоряет рост и развитие растений. Руслан, по какому принципу вы собираете? Имеет ли значение размер? Да, размер значения имеет. Мы смотрим, наблюдаем, как она растет. Исходя из этого, уже приблизительно вот такие размеры. Это уже как бы семена готовые к хранению и дальнейшей посадке. То есть у нас есть свои стандарты калибровки. Полученный семенной материал высокого качества. Данную технологию используют для оздоровления картофеля определенного сорта. Обновляется семенной материал. Мы его реализуем, продаем. Продукцию можно это у нас брать в нашем информационно-консультационном пункте. Применяемые подходы и технологии специалистами филиала Россельхозцентра позволят в будущем эффективно решать насущные вопросы у аграриев, обеспечив их высоким урожаем. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Корчаева, Черкесия.